Уважаемый Андрей Андреевич, здрасте. Расскажите, пожалуйста, о нирване, как ее достичь? Очень легкий вопрос в целом, вообще очень легкий вопрос. Но нужно вначале определиться, что такое нирвана. Нирвана бывает двухкомпонентная. Нирвана, которая была, как слово, изобретена в Индии и является частью индуйской культуры, обозначает совершенно другое в буддийской культуре. Есть такое понятие в буддизме, есть сансара. Сансара есть понятие, оно есть и в индийской культуре. Так вот, сансара это бытие. Бытие, в ходе которого человек живет и страдает. Так вот, человек, преодолевающий страдания в своей жизни, выбирающий однозначно для себя путь нестрадания, успокойствия и счастья, преодолевает путь своей жизни сансары и уже не перерождается на земле согласно индуистскому пути. И второй момент. Сансара в буддизме. Сансара это то, о чем говорил Будда. Он говорил, что каждый человек, рожденный на земле, будет испытывать страдания. И этот человек, который будет испытывать страдания, будет вновь перерождаться и появляться на земле и появляться. Именно поэтому он придумал восьмеричный путь выхода из такой сансары. И восьмеричный путь выхода из сансары должен перевести человека к нирване. Что такое нирвана и как она переводится? Нирвана обозначает смерть, упадок, приглушение, окончание. Поэтому идеология сансары связана вот с чем. Если человек, проживший жизнь счастливо, умирает, то он уже не будет рождаться на земле и вновь проходить этот путь страдания. Но в случае, если человек страдает и ничего не делает с тем, чтобы эти страдания изменить, то он будет бесконечно находиться в сансаре. Что такое нирвана? Это прекращение пути перерождения. И если путь, да, он абсолютно четко обозначен, об этом пути в свое время сказал Лао Цзи в книге Дао Дэ Цзин, задолго до того, как появилось вообще понятие буддийская сансара и нирвана, он сказал буквально следующие слова. Для того, чтобы человек не перерождался и для того, чтобы человек был счастлив, и для того, чтобы человек не страдал, человеку нужно знать, он должен на протяжении одного года сделать тысячу добрых, тысячу добрых дел, за которые ему будут благодарить те люди или мыслящие существа. Но только если человек во время того, когда он будет делать 10 тысяч, вернее, хороших дел, если в этот момент он будет врать, злиться, или нарушать законы или принципы жизни, или до этого он уже нарушал что-либо, то есть там убивал, крал, воровал, матерился и так далее, то тогда он этого не добьется. Но если он сделает 10 тысяч раз доброе дело, при этом за это все время он не скажет никому гадостей, будет проявлять абсолютную доброту по отношению к себе, по отношению к своей душе, к своему телу, и по отношению к тем людям, которые живут под одной крышей, и по отношению ко всему, что вокруг этого человека находится, то в этот момент человек добьется состояния первой вечной жизни, и второе в дальнейшем никогда не переродится, а если и переродится, никогда не будет испытывать в своей жизни страдания. Вот вам выход в нирвану. Почему это получилось у Будды? Не так, не у Будды, а почему это получилось у Шивы? Дело в том, что само понятие Шивы, это понятие избирательное, и оно состоит из такого набора, потому что, с одной стороны, это Шива, это прообраз Вишну, который родился на Земле, или который воплотился на Земле в виде Бога Вишну, который проявился в виде Шивы. А с другой стороны, это человек, который добился настолько большого, за счет собственной реализации добился огромных результатов. Да что ж такое, тут отключается. Попробую сейчас перевключить. И во многом даже индийцы индуистской религии, они во многом даже путаются. То есть, когда они говорят Шива, то они могут подразумевать всевозможные разные события, разные истории и даже разных богов. Буддисты же считают, что Шива – это бог-разрушитель, они считают, что Вишну – это бог-созидатель, Шива – бог-разрушитель, и Кришна – это бог, который дает. То есть, вот они именно так считают. Они говорят, что так считалось раньше, а когда пришел Будда, то Будда сказал, что человек перерождается, и что целью жизни на земле является перерождение, жизнь в Дхарме, жизнь в том, чтобы быть добрым, хорошим и теплым человеком. И они при этом молиться Будде и помнить о том, что человек – это существо, которое может развиваться. Поэтому, если так рассматривать, то и сансара в разных понятиях буддийском и так далее, разные, и нирвана, и так далее. Можно ли человеку добиться состояния нирваны? Да, человек может добиться состояния нирваны. Почему? Жизнь на земле, она может быть такой, что человек на протяжении своей жизни может добиться абсолютного состояния счастья. И если человек добивается состояния счастья, он больше на этой земле не рождается. Почему? Потому что рождается на земле тот человек, который будет жить и страдать. Если человек живет и страдает, то тогда он не добьется состояния нирваны никогда и будет вновь и вновь перерождаться. Тогда какой путь? Не страдать. Тогда что нужно делать? Воспитывать себя таким образом, чтобы страдания в жизни не происходили. Это тоже сложный путь, он одновременно и философский, и теософский. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok